МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Недавно почти одновременно были обнародованы две новости. Россия выделит 642 миллиона рублей на реставрацию купола национального капитолия в Гаване, на Кубе. А в Бурятии предложили детей-сирот селить на чердаках многоэтажек. У нас в Самаре на чердаках пока не селят. У нас пока предпочитают вообще не селить. В Самарской области с 2014 до 2018 года очередь среди детей-сирот на положенное им жилье выросла с 3000 человек до 4500. Но как же хорошо будет выглядеть позолоченный на эти деньги купол госучреждения дружественной страны? Куда лучше, чем чердаки с сиротами? Но про сирот чиновники не забывают. И, как сообщают из законодательных коридоров, готовят новые адские правила сиротам и их опекунам. Министерство просвещения России скоро предложит правительству ужесточить правила усыновления, в том числе сократить допустимое число детей в приемной семье и проводить психологическое обследование усыновителей. Об этом заявила журналистом глава ведомства Ольга Васильева. Вообще, следовало ожидать, что после того, как они ограничили зарубежные усыновления, они возьмутся за усыновителей российских. Так оно и произошло. Власть готовит закон, который каждого усыновителя делает подозреваемым и заставляет всю оставшуюся жизнь оправдываться перед государством. В любой момент обрезшего семью ребенка могут изъять тети в погонах и без. И бросить в детдом. По абсолютно субъективным критериям. Кроме всего прочего, раз в год в семью будут являться проверяющие. И напоминать ребенку. Ты не родной, запомни, ты здесь не родной. Государство должно тебя проверить своими тестами. Можем ли мы доверить тебя этим людям? Каким людям? Папе и маме? Спросит ребенок. Да, ответит ему проверяющая дама. Твоим так называемым родителям. Так называемым. Давайте называть вещи своими именами. Этот законопроект Минпроса. Гвоздь в гроб усыновления. Во-первых, вводится отсев усыновителей по признаку психологи обследовали. Причем то, как и кто будет обследовать, будет решать также министр Васильева. Во-вторых, психологи также будут обследовать детей под опекой. Всех до 14 лет, а с 14 по согласию. Ну, якобы. И, разумеется, опекунов. В-третьих, произойдет закрепощение опекунов. Смена места жительства только с разрешения той же самой опеки. В-четвертых, теперь опека будет писать опекуну и усыновителю план адаптации ребенка. Сегодня учителя вводят на Луну от обилия планов, за которыми живого ребенка уже не видно. Теперь такие планы будут писать и родители. Результат. А результат будет кратное снижение устройств детей в семье. Детские дома потирают руки от радости. Контингента будет достаточно. Финансирование, которое следует за ребенком, останется в детских домах. А там, где руки в деньгах, чиновник не пропадет. Глядишь и к рукам, что прилипнет. «Мы ужесточим подбор так называемых родителей. Ужесточим, здорово ужесточим, очень ужесточим», заявила министерша Васильева. Она в трех предложениях употребила слово «ужесточим» четыре раза. А как правильно заметил директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин, я бы вот предложил ужесточить подбор так называемых министров просвещения, проверять их уровень эмоционального интеллекта и исследовать их склонных с жестоким извращением. Но если серьезно, то ужесточать подбор надо. И да, неприемных родителей, там и так контроль достаточно. Ужесточить надо подбор воспитателей в детские дома, соцработников, органов опеки и прочих «помогающих» специалистов. А вот приемным семьям нужно просто помогать. Не требовать, проверять и контролировать, а помогать. Это была программа «Цифры». Я Андрей Асташкин. Увидимся.